Добрый день! Сегодня мы продолжаем наше начинание со словарем и поговорим о «я». О «я», понятии «я». Поводом послужило, как бы, мои какие-то общения в интернете с несколькими людьми по поводу «я». Потом я договорился, что мы начнем, как бы, обсуждать. Пополз смотреть, чтобы накопить какой-то материал, что-то окучить, что-то рассказать. И выяснить, что это либо вообще невозможно, либо нужно брать какие-то очень узкие темы и обсуждать. То есть нам нужно сегодня как-то очень ограничиться. То есть даже, взяв две энциклопедии философских, мы в одной из них прочитаем под редакцией Академика Степина все, что угодно про психоанализ. То есть, вот с этой стороны, «я», «не я», «супер эго», «эго» философских. Берем другую энциклопедию, там под заголовком «я» значит уже не «фрейд», а уже, значит, эксцентрализм и постмодернизм. Берем третье место, вот концепция «я», «ферпланетия», все читаем. Платон, Декарт, Кант. И везде по-разному, то есть разные «я». Берем, значит, еще где-то находим. «Я» концепция – это совершенно другое. То есть «я» концепция из социологии – это совершенно другое, чем, скажем, «я» Декарта, чем «я» у Фрейда и чем «я» у постмодернизма. То есть они обсуждают все разные проблемы. И хотелось бы сегодня, может быть, ну сколько-то может зацепить вот эти все разные элементы. И, может быть, самое-самое начало, которое… Несколько вопросов, которые могут вообще подвести к тематике «я». Ну, скажем, первый из них, который, естественно, всплывает. Мы когда обсуждали субъект-объект, сознание, да, вот «я» и субъект – это одно и то же или нет? То есть у многих это одно и то же. У Декарта это одно и то же. У Канта нет. У Канта есть различия между субъектом и «я». У многих философов тоже нет различия. Вот. И даже я не хочу… Потом, значит, я тогда еще какие проблемы хотелось бы обсудить. Оказалось, что очень трудная проблема – это приписывание «я» содержания или сложности какой-то. То есть многие считают, скажем, «я» концепцией, что это мое представление обо мне, с перечислением всех предикатов, моих качеств, как я себя вижу, как я общаюсь. И все это вот «я». С другой стороны, есть другая крайность, что «я» вообще нулевое. То есть у «я» нет никакого содержания, у «я» нет никакой активности, а это всего лишь некая бирочка, некий лейбл, который фиксирует некую целостность. То есть есть потом большая проблема по поводу активности «я». Многие считают, что «я» управляет мною. «Я» – это некий управляющий такой элемент, что есть, значит, моя физиология, моя психика, моя ментальность, моя духовность, и есть где-то еще отдельное «я», некое «я», которое всем этим управляет. То есть два противоположных образа у меня складываются с машиной. То есть, скажем, машина едет, «я» сидит за рулем, давит на педали и ведет эту машину. И противоположная концепция. «Я» – это машина, в смысле «человек» – это машина с тремя-четремя рулями, за которым сидят разные тела – психическое, физическое, ментальное, духовное, астральное. То есть список этих тел разный. Тело воли. А «я» – это нечто там по полу катающейся, это машина. Кто сильнее нажал, туда и катит эта машина. И я скатывается в ту сторону, говорит, «О, я еду в эту сторону». Кто-то другой нажал сильнее, физиология, машина в ту сторону поехала. Я скатилась в ту сторону, говорит, «О, я, значит, вот еду в эту сторону». Ну, естественно, когда мент останавливает, я высовывается, говорит, «А мы тут едем, мы тут едем, я, 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 я еду». И вот действительно, это очень сложная проблема. «Я» является управляющим или всего лишь фиксирующим элементом. Ну, вот эти вот темы я хотел бы и ограничить, потому что дальше начинается путание «я» с личностью, с индивидом. То есть вот есть, как бы, многие, называя «я», просто перечитают какие-то характеристики личности. Хотя я бы не стал бы так вот говорить, что «я» – это личность. Есть проблема, связанная со сложностью «я» и с «я» как некий центр управления. Это целостность «я» и уникальность «я». То есть, скажем, вот я в молодости, я там 20-30 лет назад, я сейчас – это одно «я» или разное «я»? Если, значит, «я» сложно, то это разное «я». А если «я» элементарно, не содержит никакого содержания, всего лишь не клиницификатор меня, то это одно и то же «я». То есть, я говорю, я в детстве бегал, но это «я» бегал, вот это тот же, значит, я не говорю, что «я» штрих, а именно «я». И когда человек клиническим образом теряет, происходит разрыв, теряет память между прошлым и будущим, то он теряет «я». Ну, вот такое вводное представление, и давайте вот каждый, кто что может, потому что тянуть это в виде доклада, ну, было бы, наверное, даже бессмысленно. Ну, может быть, было бы интересно услышать сначала о Канте, о развлечении Канта на субъекты, и, мне кажется, это интересно было. Это интересно. Я читал, но, наверное, сейчас не готов даже вот эту тему, она сложнее. Дело в том, что у Канта это следующий уровень анализа, который начинается не на развлечении элементарным, непосредственным, скажем, «я» от субъекта, а уже на уровне познания. То есть, все рассуждения Канта привязаны к познанию, как мы можем познать. И «я» уже вписано в познавательный процесс. А до этого познавательного процесса и вписано в мышление, как и у Декарта тоже вписано в мышление. Хотя, скажем, я себя осознаю как «я» и без мышления. То есть, я, находясь в непосредственном каком-то созерцательном состоянии, в медитации, я не теряю «я». Освобождившись от мышления, я не теряю «я». И поэтому у Ауканта и у Декарта жестко завязано «я» и мышление, я мысль, я существую. Я различаю, значит, я существую. То есть, элементарное различие, неважно чего, это может быть физиологическое различие, эмоциональное различие, психическое, духовное. Да, кстати, еще одна проблема с духовностью. Это многие, многие связывают «я» с некой духовностью. То есть, «я» — это нечто. Еще говорят, что есть высшее «я» духовное какое-то и низшее «я». И между ними какая-то связь. Я говорю, ну, понимаете, если вы говорите про «я» высшее, это значит, вы, ну, скажем, где-то трансляльные концепции, буддист какой-то, давать на веданта, говорите, то тогда в них «я» низшее считается ложным. И как мы должны связать эти «я»? Одно ложное, а другое истинное. И это разные понятия, принципиально разные понятия. Ну, просто вот случайно названное одним термином, одним словом. «Я» ложное, «я» истинное. И потом связь «я» с духовностью тоже очень сомнительна, потому что когда мы делаем непотребные поступки, когда сами же даже понимаем это, мы все равно говорим «это я». То есть «я» не привязан никогда и к чему-то конкретному. То есть что бы мы ни делали, что бы мы ни делали, это будет «я». Ну и туда, тут еще встревается проблема активности «я». Кому принадлежит действие? То есть признан считать «я» — это действующий субъект, это некое деятельное. Ну, в принципе, если мы начнем разбираться, то вот у меня нога дропнула, да, даже, ну, спонтанно. Ну, это же «я» скажу, тоже «я». Ну, мы приписываем любое наше действие «я». Единственным случаем мы не приписываем наше действие «я», когда мы не помним. Если мы вечером... А почему оно действует против себя, это очень тонкий терминологический момент. Если есть некое «я», которое приказывает, а что-то действует сопротив ему, такого не происходит. Что бы мы ни сделали, мы припишем себе это, что «я» сделал. Поэтому она сосудит, что это все равно «я». Я не могу сказать, что это вот мое тело, а мое «я» хотело иначе. Все равно это делает «я». И здесь большая путаница еще с одним, как с духовностью, так же и с волей. То есть воля — это однозначно приписано к «я» или неоднозначно приписано к «я». Люди говорят, да, «я» — валящее, «я» принадлежит воле, это однозначно одно и то же. Я говорю, ну да, понятно, вот человек безвольный абсолютно. У него что, нет «я»? Нет, ну почему? Тут можно использовать богословский термин такой, «я» попускаю. Вот, тогда мы должны спросить, а кто этот «я», кто попускает? У него есть содержание? Вот тут я возвращаюсь к кампу, честно говоря, вот я вот это развлечение субъекта «я» у Канта, когда вот чисто развлечал, я как-то не мочу на… Это есть одно и главный участок, да. Но сейчас я как бы понимаю, что вот «я» представлял это развлечение, ну, поверхностно, может быть, ну, вот таким образом, что субъект, ну, это понятно, это субъект, да. А «я» — это то, вот, от чего, собственно, исходит туннель к новому. То есть, или то, что ну, получает и производит свободу. Понимаешь, да? Да, это фихте, уже в чистом виде пошла, что-то связь «я» со свободой у него действительно дадит. Но у Канта как бы тот, зачем ли сфикта в данном случае. Свобода — это по главе угла у Канта, собственно, исходя из необходимости объяснить свободу человека, вот это все из-за наслана Канта. Соловьев много обращал внимания тоже на концепт «я» и очень ругался на Декарта, что вот Декарт связал «я» с мышлением и сделал некому ублюдку этого, я прям... То есть, так и сказал, что из-за ублюдка. Да, да, да. Просто мы начали уже обсуждать, и, по-моему, Владимир Васильевич. Ну да, да. Наверное, Сергей Сергеев тоже был недоволен. Мы хорошо начали обсуждать вот с Канта и с развлечением субъекта и «я», и связи с субъекта с мышлением, и «я» в связь с трансцендентом. Когда я говорю, что от «я» исходит то аналитик к Номану, я имею в виду, связь с трансцендентом это обеспечивает именно «я», а не субъектом. А субъект – это мышление, как ты говоришь совершенно. Ну, я не знаю, что субъект – мышление. Я понимаю, конечно, что хочется какие-то мистические глубины найти. На самом деле, все же намного проще. «Я» – это просто самосознание. И, конечно же, у нас есть различие сознания и самосознания, это и есть различие субъекта и «я». Везде, когда мы говорим «я», мы не делаем ничто иное, как самосознание. То есть это элементарно, а самосознание. Есть, значит, такая концепция, очень распространенная и действительно сама собой напрашивающаяся. То есть когда мы рисуем с одной стороны, вот я не буду вставать, субъект – объект, и мы понимаем, что объект – субъект. Здесь никакого «я» нет. Потому что сам, вот эта связь, как бы такая совершенно линейная, однонаправленная. И действительно, когда субъект начинает выделять сам себя в своем сознании, сам себя выделяет, то есть все, что мы выделяем в своем сознании, связанное с субъектом, вот наше тело, называем «я». Все наши действия, все наши тела, все наши качества. Но вот существует некое различие все-таки между самосознанием и «я». потому что самосознание – это некий текущий акт. То есть, скажем, как я осознаю вот этот фломастер, я осознаю себя. У «я» еще есть некая целостность во времени и в пространстве, которая не состоит, как бы она состоит из этих актов самосознания, но она есть целостность, потому что мы сшиваем свои акты самосознания в прошлом, все, которые были, и вот «я» их сшивает. То есть, помимо самого акта самосознания… Ну, просто как бы тут вы как бы забегаете в пирот и, естественно, не различаете очень много других всяких компонентов. Во-первых, «я» на самом деле элементарный акт самосознания, то есть как бы обратительно на самого себя. А то, что вы говорите… На самом деле, вот убрать. Следующий акт, следующий акт, когда «я» делает субстанции, как у Декарта, да? У Декарта есть мышление, которое рефлектирует себя, и есть второй акт, когда то, к чему приходит это мышление, становится субстанным. «я» как некого рода основания, там, или там, объект какой-то, который производит вот это движение рефлексии и так далее. И, конечно, вот этот некого рода там… Ну, вот его предприняты называть «субъект», да? К нему уже можно применять все, что вы говорите, что он сохраняет себя и так далее, и так далее, и так далее. Изначально, энергонологически, а «я» — это просто акт самосознания, обычный акт самосознания. Это есть «я». Это не есть «я». Во-первых, ну, про субстанцию это действительно только Декарте, Соловьев очень сильно выступает. Ну, это не только Декарте. Вы сказали «Декарте», я за вами повторяю, там действительно. Но в том то и дело, что… Вспомним Канта. Нет. Все, как бы, все акты мышления. Да. Что это такое «я» — мысли? Это и есть самосознание. Нет, Влад. У него это «я» — мысли, дальше там и расшифровывается, что это некого рода самосознание. Влад, во-первых, если бы было только самосознание, и «я» вот тождественное поставили, тогда вот не было той «шивки». То есть, я начинал говорить про, допустим, когда мы теряем свое «я». Человек вечером напился, потерял сознание. Утром ему говорят, «Ты такое творил?» «Что, я?» У него нет «я». Александр, во-вторых. У него, то есть, у него тогда, в этот момент, в этот момент… Он потерял сознание, а не «я». А вот здесь вопрос очень сложный. Совершенно в сознании. Человек же ходил, действовал, он брал то, что видел. Значит, вопрос он… У него нет памяти об этом сознании. Это вопрос очень сложный. Было у него сознание или не было сознания. Но, в принципе, определить по человеку при общении, будет ли он на завтра это помнить или не будет, невозможно. Вот можно с ним полностью общаться, и у него будет и самосознание. Все раздражения всегда кухонные. Как ни странно, как начинают. Потому что какой-то человек потерял сознание. Сейчас ты говоришь, просто память тут совершенно неважно. Человек может помнить, ему становится стыдно. Тогда это «я». Но если нет памяти, нет «я». Я соглашусь с Булатом, что надо, если мы занимаемся философией, мы должны удерживаться в рамках философского дискурса. Надо удерживаться, пытаться в рамках философского дискурса. Согласен. Всякие Соловьевы, еще кто там был, Степин, да. Все это прочее, это люди, которые теряют сознание, не имеют никакого отношения к философскому дискурсу. Вот именем «я» в разных языках и у разных народов понимаются разные вещи. У кого-то понимают «я» собственно, у кого-то «я» и «моя любимая отца», а у третьих вообще просто одна отца, а у четвертых русский император. Но это не имеет отношения никакое удержание философского дискурса. То есть сначала мы задаем философский дискурс, потом движемся в жестком рамках философского дискурса. Не сваливайся, не психологический, на нем понятный стерпень, не на религиозно-мистический типа слоев. Вот идем к философскому дискурсу, и в нем надо удерживаться. Ну, очень разные, понимаешь? Скажем, если мы то «я», которое обсуждали, то «я», которое Александр называл личностью. Да, Поплата это совершенно правильно. Нет, не личность. Называется кухонным разговором. Это действительно вот такое кухонное «я», да, вот такое. Я с ножом, я с поварешкой, я с чем-то там, а с экзистенциальными проблемами. Вот экзистенциальные проблемы есть, у меня нож, поварешка, и еще, я вчера напился, и... Нет, Игорь, ты даже не просто не понял эти проблемы. Это все и безосновательное, на мой взгляд, поскольку Александр с этого начинал. Он описывал существование множества философских дискурсов. Можно по-разному говорить о этом. Для того, чтобы было множество философских дискурсов, сам феномен «я» должен быть. Помимо всех этих дискурсов, мы же не о словах разговариваем, мы разговариваем о некого рода реальности. Да, давайте все-таки с этого и начнем. Не прощай себе с консиклопедии, а что такое? Давайте, во-первых, мы понимаем, что я связан с субъектом, но не тождественно субъектом. С этим все согласны. По вашему феномен, что ли? Феномен-то в чем состоит? Что я... Не феномен, конечно. Да, феномен состоит в акте самосознания, как у Декарта. Вот это и есть сам феномен. Я тоже хотел сказать о Декарте. Вот начинается классическая техника, это жесткая философская техника, которая в том числе в самом начале своего этого позволяет получить чистое понятие «я». «Давай, получи его», чтобы было четко. По сути, на мой взгляд, Саша предельно четко разграничил субъект и мышление, связал субъект и мышление, и я... И что у нас сейчас? Пулат, давайте, хорошо. То есть я согласен полностью, что «я» можно связать с самосознанием. что действительно концепт «я» возникает тогда, когда субъект обращает внимание, пытается различить сам себя. То есть это можно исторически, скажем, эволюционно сказать так, что когда некий организм в своем сознании выделяет еще некий объект, который можно связывать с собой, тогда появляется концепт «я». Слова-то совсем не из этой оперы. Какое объект и эволюционное? Не, ну все правильно, как у Матая. Иначе мы заботаемся. Момент, вот, было же исходное развлечение субъект и я. Да? Вот, это разные вещи. Теперь мы начинаем говорить о субъекте. У Декарта же нет этого развлечения субъект и я. нет у него этого развлечения. твое последнее предложение должно звучать лучше, чтобы звучало без «я». Понимаешь? Да, самосознание, конечно, это и я, в смысле Декарта. Это и я в смысле субъекта. Но мы сейчас утверждаем, Александр утверждает, что я в общем не сводится вот к такому самосознанию. Я с ним согласен. Есть некоторое действие какое-то даже неосознаваемое человеком. Неосознаваемое человеком, скажем, он находится увлечен, скажем, музыкально, извините, Игорь и Влад, что все-таки я буду приводить примеры кухонные. Потому что развести что-то просто на терминологии невозможно. Потому что не терминологией заниматься, а феноменом. Так я и говорю, вот, Влад, во-первых, мы уже несколько раз договаривались, что субъект и я, то есть, скажем, мы не всегда говорим о феномене. Не всегда. Вот я не является феноменом. Я является феноменом. Я не является феноменом. Ну как так? А вот так. А вообще какие-то феномены существуют? Вообще-то говорят, я это самый близкий, самый знакомый, самый главный для нас феномен. Это самое близкое, самое знакомое для нас понятие. Но не феномен. А кроме понятия что-нибудь существует тогда? Влад, вот у меня феномен стол, вот стол, он феноменально мне явлен в виде флэй-формы, цвета, твердости. Это некая феноменальная данность мне. Я мне в виде феномена не дано. А вот интересно. А вот так. Вот это, давайте, я Декарта пропустил, хотя это зря. Вот действительно Кант, Кантовская техника говорит, что понятие Я присоединяется к любому нашему представлению и восприятию. Вот я вижу стол, я вижу в качестве определенного. Это означает, что вот этот простой мысленный опыт, он означает, есть действительно феномен того, что я понимаю, что идея Я мыслю, то есть идея Я присоединяется к моему восприятию этого установления. Только так бывает. Да, только так и бывает. Но при этом. Да, но тогда, тогда я стоп от феноменали. Нет. Почему? Вот феноменали в стол, но ты ничего не можешь сказать о себе. Нет, 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 в том числе я могу сказать о себе. Вы путаете возможно, я по моим понятиям, объект и феномен. Феномен это не объект. Нет, 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 я не путаю. Феномен это то, что нам дано. Вот объект это первичное. Нет, объект никогда не первичное. Нет, я говорю, Гулат, всегда первичный феномен. Нет. А в нем уже можно выделить объект. Нет, если говорить о философских понятиях, вот в философских понятиях объект первичнее, чем феномен. Как это так? Ну, потому что мы все можем назвать объектом, а не все можем назвать феноменом. Мы все можем назвать понятием. И что теперь? Понятие это другое, собственно. Нет, ну как другое. Дело в том, что мало ли как мы что можем назвать. Перевичный опыт это феномен. Феномен или не феномен, просто представить. Ну, Если он может его задать и поверить, все как феноменальный опыт. У нас представление об я присоединяется к предметам любого предмета? Да. Да, но в самой дне они феноменальны. А как он тогда не феноменальный? Феномен-то есть? Ну это же нет и довесок. Подождите, давайте так. Господа, вот поработаем. Если мы начнем сейчас феномен обсуждать. Вот Хайдеггер сидит в углу, смеется, понимаешь? Он молчит. Да, да, да. Хайдеггер, скажи. Нет, понимаешь, это ментальный вопрос. Хайдеггер или Хайдеггер? Поскольку понятие феномена у Хайдеггера, Хайдеггера, да? Опять понятие. Ну что, ну, другое. Смотрите, на самом деле, все же мы исходим из того, что... И вот эти аналогии, вот то, что ты сказал, включало бы со словом явление или видимость. Да это не важно, с какого там явления, это то же самое, просто другое слово. Нет. Смысл-то в чем состоит? Это просто более фундаментальный. Современная философия, ну, как я считаю, да, и благодаря науке, да, что говорит о том, что мы должны исходить из неких первичных данностей. И эта первичная данность ни в коем случае не объект. Первичная данность это некого рода опыт. Хорошо. Ну, это терминология. Так вот, этот опыт, который раскрывается, если мы его раскрываем, он и в этом опыте явлен феномен. Да. Вот, про пространство людей никакой не объект. Отлично, отлично, Була. Нету ни субъекта, нет объекта. Теперь, Була, теперь ответьте мне на вопрос. Вот там один феномен, да? От шкурки. Нет, хорошо. В кавычках там фэ. Вы убеждаем, что феноменом являются фундаментальные пространства и время. Так вот. Вот как это я, на самом деле, это такой же феномен. Хорошо, Була. Значит, я могу... Мне по роду опыт, я. Отлично. Все, я задаю вопрос, Була. Само знание. Значит, вот мне в опыте дано два феномена. Как угодно назовем, два нечто. Вот два нечто, значит, не спорить. Нам в опыте нечто дано два, да? Не предметно. Без разницы. Без разницы, как дано. В любом случае, дано. Два опыта, просто. Дано два опыта. Вот дано два опыта. Значит, дан опыт стола и дан опыт я. Стол мне дам пространственно. Где мне дано я? От чего я его отличил? От вашего переживания. Значит, я равно из моих переживаний. Я отвечал в моих переживаниях. Самосознание. Значит, Олгар, есть мои переживания, есть мои чувства. И одно из них – это я. Нет. Нет, вот смотрите. Вы когда стол видите, вы как его видите? Я по относительно других феноменах его. Нет, вы его видите как нечто ощутительное, теплое, твердое. Только где-то относительно других. Голодного, не круглого. Стол точно так же разворачивается в своем многообразии ваших ощущений. А я не разворачиваю. Точно так же, как и я, разворачивается в многообразии моих переживаний. Каких? Страх, радость. Вот, 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 Влад. Вы все перечислите, все наши переживания, но среди них я не будет. Подождите, а где стол? Покажите мне, где стол? Вот, а ты с дивана, я вижу. Нет, подождите, стола-то тоже нет. Будет как бы твердая, проверка. Все правильно, все правильно. Столата нет? Все правильно. Нет стола? Или есть стол? Нету стола. Стола тоже нет, и все. Вот у вас в философии вообще ничего нет. Нет, вопрос у кого нету. Мы-то уже перешли эту позицию. В каком смысле есть стол, то в том же смысле есть я. Как ни крыль. Единственное многообразие. Как и стол единственное многообразие. Булат, как только мы начнем что-то разбираться в нашем разнообразии, мы будем разбирать либо нашу физиологию, либо нашу психологию, либо наше мышление, либо нашу волю. Но вот этого я, я, мы все это припишем к я. То есть одно из двух, да, действительно, тогда нужно сказать, что я это индивид. Вот все, что я это личность. Все, что все наши переживания. Я вам при тебе претензию другую. Где стол? Вот нету стола. Я вижу коричневое, квадратное, там, твердое стола. Нет, Булат. На том же самом основании. Нет, не на том же. Это платоновская проблема. Платоновская проблема, да? Вы дадите мне ответить? Дадите мне ответить? Мишно вопрос. Платон, вопрос, чёрный, как я делал. Есть категория целого. Послушай, а есть категория, можно ли категорию целого приложить к понятию я? Нет. Нельзя. Категорию целого можно положить к понятию личности только. Это будет совершенно другое, да? Личность, да. Индивид, личность, тело. Саша, это тебе предельно чётко. Они понимают, как мне могут говорить пенсии. Булат, я объясняю. Вот у стола, у стола, как целого. Можно стол увидеть? Мне простой вопрос. Без эйдоса стола увидеть стол можно? Вот раз вы платонисты там, можно увидеть стол без эйдоса стола? Это другая тема, нельзя. Это не другая тема. Нельзя, нельзя. Вот и без эйдоса я точно так же невозможно в многообразии... Что-то эйдос. Что-то эйдос. Идея. Ну, какие вам нужны ещё слова? Вот и без понятия, понятия. Без понятия стол не увидеть стола. Это старая тема. Старая тема. Ну, без понятия, я не увидеть многообразие, всяких впечатлений и прочее и увидеть основание. Хорошо, согласен. Всё? Нет, Булат, отличное слово было сказано. Отличное слово. Увидеть основание. Увидеть основание. Я это основание всего, или сами эти... Вот, понимаете, стол это как бы совокупность, а не основание, да? Это целостность его частей. А я это субстанция или это целостность этих частей? Я же начали разговор с чего? Я сказал, что я это простое акт самосознания, который потом переходит к установлению некого рода субстанции, которую мы называем как основание этого самосознания. Как у Декарта. Ну, вот Игорь предлагал сделать эту простую процедуру, да? Давайте сделайте всё. Это все. Давайте сделайте. Пилат, здесь всегда всплывает проблема к активности я. То есть, если есть... Вот, вы так говорите, что я это орган какой-то, да? Нет за что. Пусть они сделают эту простую, проведут, а потом мы ее будем отталкиваться. И дальше ты бесконечно сделаешь. Ну, да, да. Проведи процедуру. Хорошо. Еще раз, значит, пытаемся получить и некоторое я. Значит, цель Декарта состоит в том, чтобы поделить то, что, собственно, ходит в понятие «я», от всякого на основу. Ну, там, длина ног, там, органы в том числе, чего-либо еще. Значит, предлагается следующая процедура. Представьте себе, я говорю Декарта, что у нас нет глаз, которыми мы смотрим, нет предмета, на которые мы смотрим, и пусть нас даже обманывают на все угодно, ну, все наши органы и чувства. Если предмета нет, то несомненно то, что я его мыслю. Поскольку несомненно то, что я его мыслю, оказывается, что бытие этого предмета существует благодаря тому, что я его мыслю. Таким образом конституируется «я». Хочу обратить ваше внимание в данном ситуации, что я здесь не положено объективно. Я здесь действительно не положено объективно. Но оно каким-то образом дана. То есть оно дано в качестве основания существования, основания бытия вещей. Не ее определенности, хотя я и предлагал другие интерпретации Деканта, но с другой стороны, в основном, несомненно, относительно ее бытия. И тут же выясняется, что собственно сущность Я, ни цвет глаз, ни длина ног, ни любовь к обеечкам, ничего любого горя, к нему не имеет никакого отношения. К нему имеет отношение одно простое, чистое мышление. Оказывается тогда, что мы, когда мыслим любую вещь в качестве именно вещи, то есть в качестве чего-то определенного, расположенного права на нас, таким образом мы мыслим одновременно и наше собственное Я, то есть Я, как некая фундаментальная субстанция. И это сразу же расходится, это удержание философского дискурса, это техника, которая тут же у нас отличает философию от психологии. Потому что в психологии Я это некоторое субъект, это обладающие свойства, добрый, злой, расстроенный, с эгиповым комплексом, что-либо еще. Это мы оставили, это вообще не рассуждаем. Я просто говорю, здесь понятие другое. К сущности Я относится только другое мышление. Но относятся к его еще какие-то другие вещи. Например, сказать, что я ненавижу кого-то или я люблю. Вопрос. Могу я поставить к этому какое-то сомнение? Создать этот вопрос. Но по всей видимости нет. Если я сомневаюсь, то я и ненавижу. Если я сомневаюсь, то я, значит, уже не люблю. Вот, то есть такая. В этом смысле он говорит, что они у нас являются модусами. Модусами, но не содержанием. Содержанием. Почему? Не содержанием. Потому что невозможна ситуация. Я люблю, значит, люблю. Возможна ситуация. Я знаю, потому что знаю. То есть я у нас, с одной стороны, оказывается оставление «бытия предмета». С другой стороны, я у нас оказывается таким образом, возможно, в некое своеобразное рефлютивное состояние. То есть в качестве некого интенсивного отношения, опирающегося на предмет. Я смотрю на этот предмет и удерживаю себя в качестве я в качестве интенсивного отношения. Не в качестве положенного объективного. Ни в один момент я себя объективно не полагаю. Положение с точки зрения Декарта и его философии «Я себя в качестве объективного перед собой» невозможно по себе. Может, какое-то возможно, но это специальная философская техника. Но, тем не менее, в качестве некого такого интенсивного отношения, опирающегося на бытие определенной вещи, оно и есть. Вот этот результат, который впервые нам показывает Декарт, и получает опыт конкретно. Он получает в результате некоторого опыта. Первое – это получает в равнице некой философской техники. Второе – и третье – он получает принципиально иное понятие «я», позволяющий его отделить от всевозможных обводов психологических инсуалов. Вот, все правильно. Но, одно «но» мы уже говорили, и сам сказал, что это «но». То есть Декарт все-таки связывал «я мысль, я существую», мысль с мышлением. То есть мы как бы понимаем, что это не только мышление. Это может быть и чувственное, что не обязательно мыслить. Но у Игоря говорит уже про чувство. Да, 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 я говорю, что все правильно. Модусы, они могут быть. Видите, они имеют там модусы. Вот, но это будет по Декарту. То есть дальнейшее возражение Декарту и в различных направлениях, все-таки, что не обязательно это с мышлением связано. Не обязательно. Здесь еще… Нет, для того, чтобы, грубо говоря, значит, так, то надо, да, что надо разобраться тогда, в чем декартовская техника неверная. Он же не просто так выдуман, он же не постулирует. Он предлагает конкретную процедуру. Техника, потому что точно так же мог сказать Янахо… Я закрыл глаза, я отрезал руки, ноги, я убрал всю частину и убрал мысли. И тогда все равно я останется и без мысли. Вот он не сделал последний шаг. Потому что он не был знаком, скажем, с медитивными практиками, может быть, с восточной и все. То есть мысли точно так же можно убрать. И я останется. Вот чего не сделал Декарту. У Декарта, на самом деле, то, что… Это невозможно. Можно. У Декарта то, что называют мышлением, это на самом деле то, что мы бы сейчас назвали сознанием. Нет. Потому что Декарта не различает… Ровно по той же схеме нельзя убрать мышление здесь. По какой – смерти нет для субъекта. Потому что если я умру, то меня, который это дело отфиксирует, уже не будет. Нет, ну, дело смерти нет. Нет. И отмышления это не будет. Просто я повторяю еще раз. Тебе не важно, что ты для всего мира удивляешься. Ты можешь здесь всего лишь единственный предмет. У тебя в мире может быть единственный предмет. Он положен перед тобой, и ты говоришь, а есть ли он на самом деле? Мне это может быть и его нет, но зато, несомненно, что я его мыслю в настоящий момент. И раз только я говорю, что несомненно я его мыслю в настоящий момент, тем самым получилось я. Одно applying достаточно. Карандаша… Да нельзя только мысль. Я не понимаю, почему здесь привяз个 к мыслям. Давайте подождите. И по поводу мысли. На самом деле, Декарта же надо понимать так, что он хочет сказать. На самом деле я говорю, что если внимательнее читать, то то, что он говорит про мышление… Это не есть то мышление, что мы говорим. Да. Все правильно было. У него мышление, на самом деле, сознание не развлеченное еще. И поэтому, на самом деле, это просто акт самосознания, и все, что он предназначает, это акт самосознания. Мне самосознание не очень нравится, потому что акт самосознания предполагает, ну, эффективное полагание я. Сознание самого себя, если тебе не нравится. Влад, здесь возникает кого-то самого. Какое-то эффективное отношение с собой, опирающееся на предмет. Но, и второе, то есть первое, которое Ной хотел сказать, это по поводу мышления. Мы как бы договорились, не будем зацепиться на мышлении. То есть любой акт, любой акт я, это мыслительно может быть. И второй момент, который бы я приплюсовал Декарту, и которого он... Это целостность я. Это не психологизм. Это не психологизм. Вот акт самосознания, это в единичном акте я. Но я еще воспринимается как некая целостность. Это вторая, которого у Декарта не было. Нет, у Декарта как раз есть. Декарта говорит, что есть акты самосознания, которые дают нам возможность удостовериться в существовании самого себя. А вторым посылом он говорит, что это то, в чем он удостоверится, есть некая субстанция. То есть у него на самом деле не один код, а два. Но субстанция она потом простое узнает, что в ней чисто нет. Потому что иначе... Обыдь ей примета. Поэтому субстанция. Да. Но другое дело в том, о чем цельности у него состоит. Вот здесь благодаря... У него цельность я, то есть способность себя сохранять и воспроизводить в том самом виде, как раз и обуславливается наличие гей-бога, которые существуют объективно, вполне с его точки зрения. Это да. Но это второй ход, нельзя сказать, что этого нет. Процедура вашей... Это логический ход. Сейчас вы у вас произвести насчет Бога. Цельности? Насчет Бога, да. Нет. У него насчет Бога по поводу вещей, а не... Ну, там... И насчет этого тоже есть. Да. Свалить на руку. Тут... Я вот все сидел, думал, какую выбрать такую... Как бы стратегию здесь думания и говорения, которая бы не породила вот дальнейшее расхождение между нами. То есть, мне кажется, есть некоторое ядро, вокруг которого мы вполне себе согласны. Но попытки его выразить каждый раз как-то вот утыкаются в противоречие... Терминологические. Может быть, не чисто терминологические. Может быть, не чисто. Давайте попробуем вот эту классическую, давно нам известную схему. Я просто что хочу сделать сейчас? Отчасти воспроизвести иными словами те развлечения и то построение, которое проделал Игорь. Те развлечения, которые сделаны Александрами. Вы, очевидно, у вас партия по имени. А у вас? А у нас, да, да. А я всегда с утюгом. А, да, точно. Мы же всегда с утюгом. Я забыл. Значит, смотрите, из-за чего возникает весь сыр-бор. Есть у нас в опыте некоторое нечто. И это самое некоторое нечто нам, мы его знаем, ощущаем, воображаем, что угодно, да. Мы его каким-то образом, этой его определенностью обладаем. Минимальный опыт внимания к этому опыту дает нам следующее наблюдение. Что помимо вот этого некоторого нечто... А? Тоже не пишет. Тоже не пишет. Да. А сейчас попробуем по очереди. Значит, это у нас, да, некоторое нечто. Вот. Есть нечто второе, что содержательно, по всей видимости, точно соответствует этому некоторому нечто. Это наше знание, представление именно в качестве знания и в качестве представления. Я понимаю, что это развлечение между некоторым нечто и знанием этого некоторого нечто сейчас выглядит совершенно сопливо. То есть его легко раскритиковать. Но в качестве некоторого интуитивного различия, которого нам понятно, мне кажется, от этого можно оттолкнуться. Просто чтобы понять, что происходит, из-за чего сыр-бор с этим самым я и разгорается. Так вот. Мы как бы интуитивно понимаем, что есть разница между предметом и моим знанием, представлением о предмете. Это довольно странно на самом деле, потому что содержательно они совпадают. Вот то, как содержание, которое я представляю о столе, оно ничем содержательно от самого стола не отличается. Оно такое же коричневое, такой же формы и все в таком роде. В чем начинаются проблемы, из которых растет я? Дело в том, что вот в этом акте знания или представления мы не только соотносимся с этим некоторым нечто, но мы понимаем, что мы относимся с самим собой. Это то, что Игорь предлагает называть интенсивным отношением. То есть я понимаю, что я не только отношусь к этому нечто в этом знании, но я отношусь сам с собой. Все это происходит вот прямо тут, в этом феномене знания или представления. Вот тут, по-моему, начинается главная, как бы первая точка для таких ярких расхождений. Почему? Потому что при некотором дальнейшем развитии эта стадия представления у нас получит титул феномена, явлений и всего такого прочего. И в чем здесь главное расхождение между Булатом, например, и Александром? Что является ли это, имеет ли это отношение к я? И смотрите, в чем поинт Александра, с которым нельзя не согласиться? В том, что мы не знаем такого содержания, которое бы мы приписывали себе, которое бы мы приписывали своей мысли. Все содержание мы приписываем предмету, а на стороне самих себя остается отношение с собой. Но это отношение с собой не имеет цвета, веса, геометрической формы, всех этих определенностей объективных. Оно не имеет. Либо имеет, но все сразу, тотально. Тогда это яркий текст и равен всему миру своему. Ну, это сказать, что все равно, что ничем имеют. Страх ты приписываешь это собаке, да? Нет, все приписываешь. Нет, 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 нет. Страх это объект такой бегает, называемый любовью. Нет, нет, нет. Пока более простая вещь. Даже скажи, ты давно ходил. Все крутится вокруг континуальности и дискретности. То есть, когда вот Александр Владимирович говорил о том, что когда я отличаю себя от окружающих объектов, это момент разрыва субъекта с континуальностью. У живого животного не отличает себя от окружающего. Вот как раз то, о чем вы сейчас говорили. Александр Владимирович говорит, что я может вместить в себя или все, а вы говорите, что я может вместить в себя только я. Я так понял. Отношение к себе. Мне просто то, что с разрывом связано с субъектом понятия. Мы уже много говорили о том, что я и с субъектом не дожди. Ну, давайте я продолжу. И поваришки, и ножи у человека в руках. И как раз у Батая откуда возникла разрыв субъекта и объекта Илья и окружающего? Из орудий труда. То есть, как только сделал человек первое орудие труда, он стал для него предназначенным объектом. А человек сам себя осознал, только когда пройдя через рабство. Это Гегель, на самом деле. Даже не Батая, это Батая ни при чем. Это просто Гегель и глава самосознания, конечно. Оставили сам себя. Но сначала предметы труда, потом человек как предмет труда, а потом уже свободные люди себя ощутили сами собой. Только пройдя через опыт рабства. Я понимаю, в чем дело. Ну смотрите, тут можно говорить об этой археологии, как так сложилось, что мы знаем и сознаем. Можно говорить очень долго. Здесь есть разные, сильно разные концепции. Ну и бог это с ним. В конце концов, нам сейчас важно не разобраться с тем, как возникла эта ситуация, а разобраться с самой ситуацией. Можно как бы еще маленькое замечание перед вами? Это я же реплику сказал. Вот у Хадигер, да, у него дозайн характеризуется экзистенциалами. Которые как раз и характеризуют то, что мы как бы пытаемся подойти с разных сторон к я. То есть через страх, некородозабота и прочее. Причем предметы, то что вот там, у него характеризуются категориями, да. И к этому дозайн неприменимы категории. К нему применимы только экзистенциалы. И вот когда я говорю о том, что вот я как бы характеризуюсь некородопереживанием, в каком-то смысле я вот указываю на эту интуицию Хадигера. И поэтому, когда Игорь говорит сейчас, что я вообще ничем не характеризуюсь, а некород пустота, то это немного странно. Мне это непонятно, например. Ну попробуй объяснить. Попробуй. Да. Значит, нет, я просто, ты, Мулат, апеллируешь к более сложной ситуации, чем то, о которой сейчас я толкую. Гораздо более сложной. Вот смотрите, значит, теперь вот это вот интенсивное отношение, то есть просто равенство с собой. Это даже не равенство с собой, это просто отношение к себе. Вот его можно изобразить вот этой третьей, как бы, инстанцией. Хотя, де-факто, конечно, она, ну, не такая же, как первые две. Потому что эти хотя бы обладают какими-то качествами вполне определенными, типа размера, веса и всего прочего. А эта инстанция такими характеристиками не обладает. Вот. Значит, но в чем здесь, как бы, из-за чего дальнейше начинается сыр-бор, откуда, на мой взгляд, возникает идея приравнять я с субъектом и все такое прочее. Да. Вернемся вот к тому, в каких терминах эту ситуацию излагает Декарт вот после изложения Игоря. Да. Значит, все вместе. Как эти три стадии объединяются Декартом? Он говорит следующее. Я мыслю некоторое нечто, и я его мыслю. И это некоторое нечто существует благодаря тому, что я его мыслю. То есть я как бы отношусь с самим собой в этом мышлении вот этого самого некоторого нечто. Тем самым любая, любая определенность мне доступная существует в качестве модуса меня самого. Здесь структура та же самая, как между субъектом и его предикатом. Субъект обладает некоторым предикатом, более конкретным. Стол не просто стол, а стол коричневый. Я не просто субъект, а я субъект мыслищество. И так далее. По-моему, только из-за аналогии вот этого логического отношения между субъектом и предикатом, и вот этим я в качестве субстанции и мыслимым предметом, и возникает идея сказать, что вот это вот я может быть понято как субъект. Логический субъект. Как логический субъект. Уместно, наверное, рассказать для русских слушателей, что субъект в латыни же это уже было подлежащее. Ну да, логический субъект. Да, да, да. То есть, если переводить на язык грамматики, это подлежащее, а предикат это сказуемое. Ну, совсем просто. Подлежащее, основальное. Да, 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 да. Совершенно верно. Это некоторый гвоздь, на который нацепливаются некоторые определенности, которые иначе без этого гвоздя вместе не удержатся. Потому что должен быть гвоздь, на котором висит бирка деревянный, прямоугольный, весом 60 кг. И все это вместе держится только потому, что есть субъект, который их вот всех вместе удерживает. Вот и все. Вся функция этого самого субъекта. И более того, почему еще это может возникать такая аналогия? Дело в том, что вот когда я мыслю себя в качестве вот этой вот субстанции мыслящий предмет, я хотя могу проанализировать по отдельности все три части этого акта, но в то же время я понимаю, что это некоторый единый акт. Я мыслю стол. Я могу в нем выделить моменты, но на самом деле мне требуется совершить усилие. Декадту требуется совершить некоторое усилие, которое он маркирует вот этой процедурой сомнения. Длинной, подробно описываемой, значит, ну, в каком-то тексте подробно, в каком-то не очень, не важно. Но, вообще говоря, это некоторый единый акт. Это что означает? Это означает, я просто хочу перебраться, показать, как тут возникает проблема о множественности я, и зачем вообще, в принципе, еще этот я работает. Потому что если бы мы ограничились вот этими двумя инстанциями, то есть некоторое нечто и некоторое представление дублирующее это нечто... Но, может быть, я, это следующая тема. Да, я и хочу просто к ней показать, каким образом она вот прямо отсюда должна возникать. Дело в том, что вот я мыслю или вижу некоторое нечто, а в другой раз и я мыслю или вижу, или что бы то ни было, другое нечто. И прикол состоит в том, что я понимаю, в данном случае я не термин, а просто выражение языка. Я понимаю, что вот я был в таком состоянии, я мыслил стул, а теперь я мыслю Булата. И то и другое вроде как делаю я. Но... Ты же не связывайся с этим. И с Булатом, и с Булатом. А мне самое интересное, что все, что ты рассказываешь, касается не я, а субъекта. Вот все, что ты рассказываешь, касается субъекта. Совершенно верно. Нет, я что хочу сказать. Что вот эта вот концепция субъекта, она не случайно прилипает к я, а потому что она помогает, на мой взгляд, она помогает найти некоторый ответ на вопрос, каким образом возможно, что я мыслю стол, а потом я мыслю Булата. Почему я могу понять не просто равенство с собой в этом акте и в этом акте, но почему я могу их связать, два этих очень разных акта, потому что мыслить стол это одно занятие, а мыслить Булата совершенно другое занятие. За счет чего я могу это сделать? И тут приходит на помощь вот этот вот поначалу случайно возникший субъект. И мы говорим, ага, так мы должны просто понять это дело следующим образом, что есть некоторая инстанция я, которая выступает в качестве субъекта, и она неизменна. А меняются только вот эти два компонента. Отсюда вытекают субстанции. Ну, как бы это... Да, это... Совершенно верно, совершенно верно, да. Ну, оно как бы вытекает тем способом, что ну вот просто эта субстанциальность, она получает определенную трактовку. Она получает очень определенную трактовку. Ну, видите, она совершенно не случайна, потому что реальная проблема действительно есть. Я мыслю стол, потом чудесным образом мыслю Буата. Каким образом я могу соотнести эти два сильно разных акта? И идея субъекта в качестве вот этого гвоздя этой субстанции помогает мне как бы выдвинуть объяснение, почему это возникло. Но сама идея, сама вот эта проблема множности, она непридуманная. Это реальный опыт мышления, это реальный опыт сознавания. Он просто к этому приводит. Если мы вспомним Канта, то ведь Кант говорит, как сшиваются различные явления. Они тем самым сшиваются, что есть самосознание, что я самосознаю себя. Да, я продолжаю мысль Булата. Значит, у нас одно самосознание есть. То есть можно перевести теперь вот этот разговор на Булата и на стол, что я еще самосознаю себя в этом акте мышления Булата и самосознаю себя в этом акте мышления стола или восприятия стола. И вот мы эти два акта как-то должны сшить. То есть если бы я было только самосознание, то тогда возникло бы еще вопрос вот множественности этих я. Нужно сшить. То есть я это не только самосознание, а еще вот эта сшивка. Именно та субстанция, которая вот можно по-разному называть. Конечно, конечно. Потому что мы помним, да, вот эта же позиция, она возникла непроизвольно. Она возникла непроизвольно. Она возникла для того, чтобы нам объяснить, что вот в этом акте мышления, ощущения и чего бы то ни было, да, существует равенство с собой. Существует, действительно существует равенство с собой. Но другое дело, что это равенство с собой, оно, ну, я думаю, смысл замечания Александра сейчас был в том, что его следует некоторым образом развить. Да. До уровня самосознания. До того, чтобы суметь связать вот два разных акта и прийти тем самым дальше. Ну, это да. Это безусловно. Кстати, был очень интересный момент по поводу самосознания. Самосознание. Самосознание – это вот чистый акт. Бессодержательный. То есть, либо все-таки содержательный. Я самосознаю свою мысль, сознаю свои чувства, свою физиологию какие-то. Или что? То есть, либо это просто вот чистейший акт самосознания. Ну, древние считали, что и чистый акт. Акт ускорост, так и называется. Чистый акт. Нет, именно самосознания. Да. Потому что, в любом случае, как только мы обращаем внимание на себя, мы попадаем все-таки не в пустоту, а либо на свою мысль, на свою эмоцию, на свое тело, на что-то себя. То есть, акт самосознания, он не пустой. Да. Он не пустой. Совершенно верно. Ну, значит, нам нужно что-то и сшить эти акты самосознания. Совершенно верно. Но даже эти акты, которые мы вроде бы относим к самим себе, например, я чувствую удовольствие или я чувствую страх. И вот здесь можно перейти к этому аргументу Булата. Действительно. А удовольствие доставляет мне не… как бы… А удовольствие находится не в мороженом. Да. Удовольствие испытываю я. Это еще одна форма равенства с собой или отношение к себе. Это без вопросов. То же самое, как страх. Тоже форма неравенства, конечно, уже совсем тут неравенство, да. Но отношение к себе. Без вопросов. Но… Что я тут хотел дальше задать? У меня есть маленькое предложение. Я могу, чтобы что-то переварить, изложить некую концепцию. Я, связанную с трансреальными конструкциями, трансреальными концепциями восточными, с множеством тел. А можно мне замещение по Булату? Давайте. Вряд. 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 Да. Вряд. Совет. Что касается сознания, если мы начнем в этом глубоко разбираться, в само-сознании. Мы упряматься интересны, и там, продуматься, и прочее, прочее, и в общем-то, от этого откроется там вся теория сознания и представление о ям, как-нибудь концептуальным, для кого-то новое. Собственно, мы это рассказывали практически год назад с Игорем в теории сознания в нашем жизни. Я об этом говорить не буду. Один момент. Самосознание. Есть много развлечений нашего сознания. И происходит самосознание. Сознание должно осознать все в себе и самое себе. То есть, множество, включающие в себя как свой элемент. Это парадокс. Но на основе этого парадоксального восполнения сознание всегда и восполняет. Я там еще присутствует где-то сбоку. Не вот это самоосознание Я. Как еще какое-то колесо. Мы сейчас переходим к концепту. Наш с Игорем концепт он дает представление о структуре, о схематизме сознания. В том числе отсюда логически вытекает представление о Я. Я не об этом. Я о том, что слова самосознания это пустые слова. Если их... Если эту мысль, как и надлежит философу, не довести до конца. Что такое самосознание? Все. Ну просто... Для того, чтобы понять, что я хочу сказать, сначала обратимся к Гигель, к своей феноменологии духа, указывать два вида достоверности. Один, достоверность, это чувственная достоверность, то, что... К чему постоянно апеллирует Александр, мы там видим предметы, столы видим и прочее. Нет, нет, нет. А и вторая достоверность, это достоверность самого себя, которая точно такая же достоверность. Да. То есть знание о самом себе, оно настолько и столь же для нас реально, оно столь же достоверно, и точно такой же феномен, как знание о столах, стуле, и все остальное. Да, было только одно, что это точно такое же знание и с точной степенью достоверности. Но как мы всегда, указывая в дни себя, ну скажем так, в пространстве, мы упремся в некий предмет и различим его с другим предметом, так точно так же, обращая внутри себя, мы упремся на одно из наших тел и предикат качества наших тел. Ну это не так, на самом деле. Ну как не так? То есть, что бы я не хотел сказать о себе, что бы я не разглядел в себе, это будет один из предикатов одного из моих тел. Это будет либо мое мышление, либо моя психология, психическое тело, либо физиологическое тело, либо моя воля. То есть это не будет, то есть я никогда не упрусь, вот есть, скажем, я вычту все из моих тел, оставлюсь только я. Я не упрусь в я в это. Либо мы должны признать, что я это и есть целокупность всех моих тел, всех моих качеств, всех моих свойств, все, что я могу различить. Ну вы как-то мыслите вещным способом. Я никакая... Это не вещь. Правильно, потому что и у Хайдеггер с этого начинаешь. Как мы знаем самих себя? Мы знаем только через способ, каким мы относимся. Да, все правильно. И мы себя знаем способами, какие мы существуем, в виде заботы, страха. Да, да, да. В виде ситуации. А я спрашиваю, а что мы знаем? Мы знаем экзистенциальные некие... Так что мы знаем? Экзистенциальные смыслы. Что это такое? Ну это не вещь. Это не вещь. Нет, Булат, я не говорю про вещь. То есть, когда мы говорим, что я что-то знаю... Тело — это вещь. Нет, не всегда. Извините меня. Наша психика — не вещь. Мои мысли — не вещь. И как органы, и прочее... И мысль тоже вещь. Нет, конечно. Булат, я говорю, что когда мы пытаемся знать себя, себя, мы... Я говорю, тела — это не наша вещь. Это мы сейчас с последним буду говорить. Но все равно мы упираемся в что-то, что не есть я. Всегда. Любое самосознание — это не есть знание «я». Это есть любое знание, то, что связано с «я», но не само «я». У меня проблема состоит в том, что я самосознание в любом случае. Там уж связано или не связано, это не важно. Феномен состоит в том, что мы пытаемся сознать самих себя. Другое дело, удается ли это? Никогда это не удается. Но это не важно. Феномен-то есть. Понимаете? Мы можем на самом деле... Люди могут на самом деле бредить об ангелах. Ангелов нет. Но для них они есть. Вот ангелы есть. Мы можем грезить о каком-то «я», который для нас феноменально, но просто очевидная вещь. И тем не менее, его может не быть. Это простая вещь. Я вот не понимаю, где можно феноменально увидеть «я»? То, что я говорил, что «я» и «гегель». Опять же, вот как бы... Нет, давайте не про «гегеля». Ну, потому что, как бы, как Алисия начинает говорить «я», у вас какие-то примеры выскакивают. Тут я просто пытаюсь в философские дискуссии. Философские. Достоверность вещей такая же, как достоверность самого себя. Это не только достоверность. Самого себя – это не «я». Я же сказал, что «я» – это и самосознание. Достоверность самого себя. Вот что такое «я». Что такое самого себя? Вот как бы... Вот самого себя и «я» – это одно и то же разница? Да, я не могу вас помелить, что называется, но понятно, из-за чего вы сталкиваетесь. Когда Булат говорит, что вслед за «гегелем», действительно вслед за «гегелем», что достоверность самого себя такая же, как достоверность вот этих самых явлений определенных нечто, то здесь важно понимать вот что. Что... она как бы... Если мы будем говорить о силе достоверности, вот о некотором таком качестве достоверности, то качество достоверности действительно ровно такое же. Но содержательно, то, что нам достоверно, геометрально противоположно, потому что некоторое нечто, оно обладает качествами. Причем такими качествами, которыми я, которыми я сам, которые там сознание, не обладает. Сознание не обладает пространственными характеристиками. Сознание не обладает длиной в час. Ну правильно, футбикат это просто другая субстанция. Есть мыслящая субстанция, есть протяженная. Так и у веки это то же самое. У нас нет никаких расхождений по поводу интенсивности. То есть мы забыли разницу между любым восприятием. Вот любым, неважно в чем оно нам дано. Скажем, назовем это различие. Вот я могу что-то различать, то что не отношу к себе, да? И различаю то, что отношу к себе. Булак называет то, что различаю то, что я отношу к себе самосознанием. И оно по-другому дано, чем 100. Но это все равно что-то дано. Я говорю, что есть очевидный способ, каким мы знаем о себе. Простой способ это самосознание. Да, любое знание о себе есть не знание я, а знание о том, к чему привязано я. Подождите, вот знаете, вот что, я всегда на самом деле, когда я разговариваю с людьми, я вот удивляюсь, они сначала забегут далеко-далеко и оттуда пытаются меня рукой махать. Я говорю, феномен, в чем он состоит? А я говорю, нет такого феномена, я здесь же говорю, его нет. Ну, а я же говорю, и мне вторит Гегель, что достоверность такая есть, достоверность это феноменальная вещь. Есть такой феномен, понимаете, достоверность самого себя. Скажем так, достоверность можно перечислить всегда. Это достоверность прошлого. Ну, может, и так мы сейчас... Нет, ладно, давайте... Последний вопрос про Канту. Что удивительное с Кантом, на самом деле? Тут у Канта удивительно, что вот это я непознаваемо, на самом деле, на вещь себе. Вот что у Канта на самом деле удивительно. И Гегель, даже Гегель удивляется. Как так может быть, он в одном месте пишет, что то, что нам прежде всего дано, что наиболее на вас... Вот я на стороне Канта, да. Да, потому что Гегель стоит на стороне Диканда. Он говорит, что вот оно нам... Как оно может быть непознаваемым? Как оно может быть... Это второй аспект, с которого начал Саша. Именно поэтому я и говорю, что разногласия, которые сейчас присутствуют, что является ли я феноменом или нет, на самом деле, оно и в философии присутствует. Оно и в философии присутствует. Это действительно, да. Чисто какие-то очень конструктивные, я бы сказал, да. Потому что на самом деле мы говорим об одном и том же. Вот Булат все хочет отойти от изначального развлечения, сделанного Александром, да? Но в конце концов приходит там. К чему может привести, то есть, дальнейшее расхождение, Булат, значит, в моей концепции, ну, скажем, в том, что, ну, давайте в моей, там, может, не слайс на фамилии, что я это идентификатор, система, начало точки системы координат. Все, что нам дано, вообще все, что нам дано, дано относительно некой точки начала системы координат. Она и пространственная, и временная, и чувств, любых, вот. И что бы нам ни было дано, мы всегда привязываем относительно, вот насколько далеко, близко, насколько все. Но сама эта точка из этой точки не дана, у нее нет никаких координат. То есть у вас субъект, и я тоже одно и то же, да? Нет, нет, это разница. То есть все про субъект? Это про субъект, но я расскажу, в чем разница. Разница есть, потому что, но в данном случае, в данном случае, они, как бы, я и субъект, понятия одного уровня. Они не существуют, они есть, то, что я рассказывал об этом, да? Да, и поэтому все, что мы можем сказать о чем-то, все, что мы можем различить, мы можем сказать в координатах данных в этих пространствах. Мы живем в многомерном пространстве, в котором являемся точкой, да? И вот все, что мы можем различить, мы можем сказать в координатах. Минус один, плюс два, там, десять координат, одна координата, две координаты. Но сама координата я и субъекта нулевая. Мы ничего не можем о нем сказать, мы относительно его все не имеем. А сказать, что нулевая не может быть субъектом? Нет, разное. В данном случае, в этом образе. А сказать, что нулевая? Можем, конечно, но это будет знание. Это не будет... Это то же самое, что древний спор про вещь в себе. Она познаваема, потому что мы ее можем назвать. Ну, это длинный... Я не хочу... Мы не можем перечислить ничего. Александр, это просто такая интерпретация, достаточно изящная, но она ничего не объясняет. Не объясняет, да, не объясняет. А теперь я говорю дальше, какое различие идет. Если у Булата... Да, если у Булата есть некое содержательное я, которое вот дано, феноменально дано, дальше начинается вопрос о структуре, о деятельности я. Действует ли я или не действует я? Некий акт принадлежит я или кому принадлежит? То есть вот тут начинается действительно расхождение. Либо содержательное я, типа органы уже даже, да, либо бессонтежательное я. Подожди, подожди, подожди. Как бы надо все-таки уважать противника. Нельзя описывать таким способом. Я не говорю, что я это какая-то вещь. Порбан. Не, не вещь, да. Я так не говорю. Еще раз, если опять же, если опять опираться на авторитет, всю ширину и высоту я, раз этого покажут Хадеггер, потому что у него же главный посыл, что дозня не вещь, не вещь. Не вещь. Это нечто другое, описывается оно иначе. То есть она не вещь. И присутствиально. То есть она не вещь. Конечно, не может быть. Она не может быть точкой отсчета. Нет, сама точка отсчета. Она не может быть рядом положена с другими вещами. Не может быть рядом положена, не может. А как она может быть точкой отсчета? В системе координат, в любой системе координат физики, сама точка отсчета не определена. Относительно других систем координат, да, относительно себя нет. Нет, точка отсчета не доположена, говорит. К тому, что в системе координат, точка отсчета рядом положена вещам, о которых и описывают. Нет, здесь нужно все-таки учитывать, что это аллегория, что вещи описываются не собой вещью, а координатами. Далекая аллегория. Нет, очень правильная аллегория, что там не вещи, там точки. Вот любая точка в системе координат описывается координатами, а нулевая не описывается ничем. Нулевая описывается примерно нулями. Любое содержание, то есть вот в этих пространствах, в этой аллегории, любое содержание — это есть координаты. Ментальное пространство. Ну, тебя самого. Ментальное пространство субъекта является нулевой точкой. Ну, мы эту тему, конечно, это сложная тема, так как я уже говорил, что от феномена к я, на самом деле, перейти к чему-то, что можно было бы назвать, веющую я или что-то, невозможно. Невозможно. На самом деле, как бы, то, что мы потом называем личностью, это есть нечто, что выстраивается, ну, особым способом, способом учреждения, да? Ну, как бы, на самом деле, мы присваиваем весь свой организм и самому себя, учреждаем его, и это учреждение юридическое, а не метафизическое. Метафизическое, на самом деле, мы только и обладаем только самосознанием. Все. И метафизический проект сказать, ничего, кроме самосознания, нельзя. Мы будем продолжать. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Давайте продолжим.